Приветствую, друзья! Хочу поблагодарить Абакумову Любовь, Наташу Пашкевич, Наташу Кузьмина, Акбара. Я хочу поблагодарить всех участников, которые в коллективном разуме помогали мне создавать это произведение. Комменты писали. И, пожалуйста, какое произведение удивительное. Колёса закрутились? Закрутились? Да. Это называется ангел-велосипедиста. Кто-то там в комменте посоветовал, может быть, почтальон, который весь хочет быстрее привезти и так далее. А фонарик-то какой, видите? Удивительный фонарик. Весь устремлён или вся устремлённая. Крылышки там, солнышко там, колёса крутятся. Если чего не хватает, ещё раз подскажите. Подскажите, мы коллективный разум вместе учимся создавать. Вот это удивительно, что у нас получается. Получается, потому что мы в таком синергетическом диалоге по-человечески. Хотим, чтобы было лучше. Решение, конечно, я принимаю. Я взвешиваю все комменты и где чувствую, что вот попадает, и я разберу кисточку и ещё раз добавляю. Пожалуйста, добавляйте комменты, пишите. И ещё, там ещё дискуссия такая развернулась на Телеграме. Там тоже участвуйте, потому что это разные могут быть люди, разные мнения. Пожалуйста, и там, и у нас в школе Человек будущего, и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в Однокласснике. Что такое Человек будущего? Человек будущего – это который в условиях неопределённости способен со скоростью инстинктивных реакций принимать разумные решения. В условиях неопределённости и сжатого времени, с такой скоростью, чтобы быстрее адаптироваться к любой новизне ситуации и сохранять здоровье и своё творческое начало. А вот для того, чтобы сохранять творческое начало и здоровье, как раз таки мне и пишут в комментах вопрос. А чем отличается нулевое состояние от состояния транса и состояния потока? У меня в сайте стресс.су, там есть в меню о методе ключ, можно почитать мою новую модель работы мозга, которая много лет назад там поставлена. Почему она создавалась? Потому что в теориях Анохина, Павлова, Ознадзе, там есть недостающие части белые пятна, которые я пытался закрыть этой новой моделью работы мозга. И которые я использовал, когда выводил из острого стресса детей и взрослых и обучал этому потом психологов. Так вопрос заключается в том, что нулевое состояние – это состояние, отличающееся от транса. Потому что в трансе вы уже задействованы, у вас какая-то доминанта, ну допустим влюблены, или допустим у вас трагедия, и вы вот зациклены, зафиксировано ваше внимание. Или вы в трансе решаете какой-то вопрос, какую-то задачу, то есть есть там какое-то направление, доминанта, вектор внутримозговых отношений. А нулевое состояние – это переходное состояние между обычным состоянием бодрствования, между бодрствованием и трансом, между бодрствованием и сном, между бодрствованием и сном со сновидениями. Вот четыре агрегатных состояния бодрствования – там много доминанта. Ты можешь спокойно думать об этом, об этом, об этом, и ничего в организме, в гомеостазе твоём не меняется. Твой биоавтомат работает именно как согласованно. А вот когда ты в трансе, ты думаешь о чём-то, если ты подумал о чём-то тревожном, беспокойном, и этот транс – доминант обладает способностью генерализации. По физиологическим принципам. И у вас сердце забилось, и там или застыли, оцепенели, что-то там происходит. А вот нулевое состояние – это промежуточное между ними, вот между этими четырьмя агрегатными состояниями работы мозга, ещё раз повторюсь, между бодрствованием, между сном, сном со сновидениями и трансом. Поэтому, когда вы находитесь в нулевом состоянии, там как бы ничего нету. Поэтому и называется нулевое состояние, или я его называл в 90-м году в книжке «Ключ себе» нейтральным состоянием. Это как коробки передачи, нейтральное положение между переключениями. Не будь нулевого состояния, мог бы, не мог переключаться мозг, не мог бы переключаться, он бы застревал. И вот это застревание иногда в каком-то зависании, в каком-то доминанте, в какой-то, даёт и рост неконтролируемого напряжения, даёт вот эти бешеные стрессы. Так вот, надо, чтобы мозг всегда переключался, чтобы переключатель был смазан. И поэтому, чтобы научить его легко переключаться, чтобы он сам переключался на автоматически, поэтому мы практикуем нулевое состояние. Это состояние безмятежности, это состояние безвремени, это состояние нуля, это состояние, когда тебя ничто не волнует, это состояние, когда тебе всё, условно говоря, пофигу. То, что минуту назад, когда ты был в стрессе, тебя волновало, а теперь пофигу. Вот ты продолжаешь думать, а тебе всё равно, да. Это как бывает, что ты водки напился, потому что люди водку потому и пили, чтобы выйти из стресса, чтобы выйти на это состояние. Ну, это вредно, при алкоголе это вредно, но когда вы сами это делаете с помощью приёмов саморегуляции, выходите на нулевое состояние, и в этом состоянии безмятежности происходит восстановительный процесс, это мозговой санаторий. В этом состоянии вы и душой, и телом отдыхаете, и позволяете своему организму наладить, наладить свой гомеостаз, и укрепить свою нервную систему, и повысить стресс иммунитет, и много чего там, чтобы улучшилось, и чтобы нервная система потом работала гармонично, чтобы всё в организме было слажено, чтобы ты меньше уставал, меньше болел. Ну, вот это такое состояние. Нулевое переходное состояние между другими агрегатными состояниями работы мозга. Когда там мысли есть, и есть какие-то, но они не сопровождаются эмоциями. Ну, как будто мысли плывут, как облака, ничего внутри не трогая. Такое состояние бывает иногда, когда вы слушаете музыку, или когда проснулись, и когда ещё не задействовались в ситуации. Ну, проснулись, мы сидим свободно, ничего не трогая. Да, и это нулевое состояние, когда нет сцепления между мыслями и эмоциями. Да, и когда... Это очень интересное состояние, поэтому его с трансом путать не надо. А вот когда вы вдруг вспомнили утром, что сегодня экзамен или встреча важная, и вдруг начали нервничать, вот вы уже создали доминанту. Вот там уже включилось, весь организм включился вместе с эмоцией. Вот так вот. Чем отличается безмятежность от мятежного состояния мысли, когда в мысли суета, а тут безмятежность? Мы это можем для себя идентифицировать с помощью самоощущения, самоосознания и сравнения, что было вот буквально пять минут назад и сейчас. Ну, и я там даю приёмы, и принцип отбора путём перебора этих приёмов, чтобы человек, пройдя по кругу, по этой сетке самых разных вариантов, которые он и в жизни делает спонтанно, инстинктивно, не обращая на это внимания, но найдёт такое действие, которое точно с ним совпадает, и тут сразу у него наступает нулевое состояние. А сам процесс перебора этих действий в поиске, который вам совпадает, это принцип ключа, поэтому ключа называется ключ подобрать. И самое главное, что когда человек подбирает этот ключ, у него развивается творческая активность мозга, поисковая активность. Он потом и все вопросы решает эффективнее и быстрее. Любые вопросы. Да, и при этом самое важное, что он начинает слышать своё, свой организм. Потому что у организма много потребностей. Не только спать, не только есть, не только пить, не только секс, не только бегать там, прыгать или ещё чего-то. У него ещё потребности нервной системы, которые он не слышит, потому что они заблокированы сознанием. Сознание воспитано нашей культурой, нашим образованием, воспитано тем, как от нас чего требовали родители, или примеры какие-то мы смотрели, наши дяди или тёти, как себя вели, кино, когда мы смотрели. Сознание у нас воспитано шаблонами мышления. А в нулевом состоянии этих шаблонов нет. В нулевом состоянии отсёкся страх, отрезан страх. В нулевом состоянии нет авторитетов никаких, вообще никаких, там пустота. Но вы это замечали, когда засыпали в какой-то момент, пустота, и когда просыпались, я говорю. То есть это между-между состоянием. И вот кто овладеет этим состоянием свободного сознания, от этих страхов, комплексов, стереотипов мышления, от этих шаблонов, от этих авторитетов, он же потом... Вот сейчас я перейду к тому, что чем отличается это нирвана, это пустое состояние, задержанное во времени, это нирвана, чем отличается от потока. А поток – это когда вы в этом пустом состоянии формируете намерение. Например, хотите помечтать о чём-то, и начинаете мечтать, начинаете мечтать. И в этом состоянии моментально, поскольку в этом состоянии отсечены блоки сознания, и там свободные, и там происходит свободный поток ассоциаций в русле темы, да, они, все ваши базы данных, которые в мозге, в подсознании, они все там, всё, что вы видели во сне, всё, что вы читали, всё, что вы видели в кино, что вам говорили друзья, миллионы бит информации вашего подсознания, свободный поток ассоциаций в направлении вашей задачи. Ваши помощники мгновенно, мгновенно, мгновенно сопровождают поиск ответа, и в этом состоянии вы можете создавать изобретение, потому что там нет шаблонов мышления, там нет блоков сознания. Поэтому нулевое состояние – это когда вы ни о чём не думаете, пустота в голове, а если и есть мысли, то не сопровождаются никакими эмоциями, пофигизм такой. А поток, поток – это уже когда вы задействовали это нулевое состояние для решения какого-то вопроса, поиска ответа, решения каких-то личных отношений, рисования картины. Вот я вот снял лишнее напряжение, вышел на состояние снятия нервно-мышленных зажимов, блоков тела и сознания, сделал себе хлёст, сделал себе левитирующие движения, походил по комнате, взял кисточку и начал рисовать, и додумался, надо же обратиться к друзьям, в школу «Человек будущего» – «Хомофутурус», потому что я не просто картину хочу сделать, я хочу сделать шедевр, я хочу дивы сотворить, чтобы приходили люди и дивились, какое диво сотворил вместе с вами. Я догадался вам написать, и вы включились, и мы такое сделали. Поэтому я хочу, чтобы мы больше, активнее в нашей школе «Человек будущего», «Хомофутуру», в школе человечности, общались, писали комменты, ставили лайки, развивали нашу школу, чтобы больше людей приходило, привлекали своих детей, внуков, привлекали детей, друзей, подростков, потому что сейчас много, 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 когда они посмотрят наши ролики, когда они посмотрят и наши книги почитают, в которых как использовать энергию страха, как стресс-трамплин, чтобы добиваться рекордов мировых, как создавать шедевры, как снимать у себя страх перед любой деятельностью, как использовать эту энергетику. Это всё есть и для молодых, это очень важно, потому что они тогда посмотрят просто наши ролики, да, и будут избегать тех ошибок, которые в жизни я, например, совершил, или вы совершили, или кто-то совершил, мало ли какие, мы взрослые люди, ошибок в жизни, а там они увидят прекрасный способ, как быть сильным, здоровым, красивым, молодым, жить долго, творчески и счастливо, и чувствовать смысл жизни, потому что у тебя быстрее находится любимое дело, вопреки всем обстоятельствам. А вот мне недавно написала коммент девушка, я её так и жду и не дождался, я ей сказал, ну позвоните тогда. Она говорит, я, говорит, столько была на ликбезах ваших бесплатных и вопросы задавала. Я, говорит, и на вебинаре была, кстати, у нас через неделю вебинар скоро, я объявлю. Я у вас и там была, и там, но у меня, говорит, никакого творческого начала не открывается, и вообще, говорит, я ничего, наверное, бесталанное, но такая умница, не постеснялась сказать об этом. Я написал, ну позвоните мне в WhatsApp и позвоните мне в Skype, но только, пожалуйста, там напишите сначала, потому что я до 20 часов не бываю в интернете. Напишите сначала, я очень занятый бываю, и потом, может быть, у меня гости, может быть, я чем-то занят, серьёзно, сначала напишите, и я вам лично помогу. И не написал. А я хотел там задать вопрос. Я бы прямо задал вопрос. Может быть, вы считаете, что у вас нет никакого творческого начала по одной причине? Может быть, вы полагаете, что у вас придёт ответ, как одновременно быть счастливым, занимаясь любимым делом, и в то же самое время, чтобы это и деньги приносило? Может быть, это творчество у вас не открывается? Ну так пишите, мы же и этот вопрос можем решать. Пишите, друзья, и здесь пишите комменты, и в Телеграм прописывайтесь, наш Телеграм, потому что это разные там люди, разные контенты, и это очень интересно, когда задают самые каверзные вопросы. Задавайте самые каверзные вопросы, и тогда я больше вам рассказываю. А там ещё идёт обмен опытом между участниками нашей школы. Друзья, человек будущего – это каждый из нас. И наша задача – открывать себя, чтобы быстрее это будущее, и лучшее приблизилось, чтобы мы могли между собой общаться. Так, как я скажу в следующем ролике, почему сознание нам мешает быть здоровыми, и в чём именно нам нужно усовершенствовать своё сознание, откорректировать его, чтобы разом мы вошли на новую стадию своего собственного личностного развития, личностного творчества, здоровья и настроения, чтобы сразу мы почувствовали целый переход на целую ступень. Я это сделаю в следующем ролике. До встречи, друзья!